Дорогие друзья, в этом видео мы поговорим о посуде для орхидеи. Большинство орхидей эпифиты и горшки для них являются не только емкостью, но и опорой. В дикой природе, в местах своего естественного обитания, орхидеи поднимаются к свету и прикрепляются корнями к всевозможным неровностям, шероховатостям на корне деревьев или на скалах. При выборе посуды мы остановимся на особенностях двух различных принципов содержания орхидеи в горшечной культуре и в корзинках или на блоках. Вне флорариума чаще всего орхидеи содержат в пластиковых или глиняных горшках. Содержание орхидеи в пластиковых горшках. В обычных комнатных условиях предпочтительно выращивать орхидеи в горшках. Это делается для того, чтобы в летние месяцы не пришлось поливать своих питомцев по одному, а то и два раза в сутки из-за быстрого пересыхания. Для новичков можно порекомендовать посадку растения в пластиковый прозрачный горшок. Преимущество такого выбора заключается в том, что прозрачные стенки позволяют видеть состояние корней. Например, для фаленопсисов это хорошо еще и тем, что корни у них фотосинтезируют. Так же, как уже отмечалось раньше, в пластмассовой посуде растения медленно высыхают, на стенках накапливается мало солей. И в отличие от глиняной посуды переохлаждение корневой системы в зимние месяцы маловероятно. Чтобы сократить риск перелива, так как пластмасса плохо пропускает воздух, можно проделать несколько дополнительных отверстий 3х4 по боковой поверхности нижней части горшка. Количество отверстий можно сделать и больше. Можно вообще очень много дырочек сделать. Но тогда нужно будет увеличивать и полив, потому что воздух будет быстро проникать. Для этой цели можно применить дрель, чтобы сделать эти дырочки, паяльник. Или нагретую на газе металлическую трубку диаметром 5-10 мм. Например, гвоздь можно накорить. И он войдет как в масло в этот горшочек. Для того, чтобы замаскировать непривлекательный вид пластика, можно приобрести кашпо или задекорировать при помощи клея и кусочков коры внешней стенки. Также сплести из веревки подвесную корзинку. В этом случае ваша фантазия работает на вас. Размер горшка всегда должен соответствовать размеру корневой системы пересаживаемого растения. Форма горшка скорее должна соответствовать формуле высота равна диаметру. Содержание орхидеи в глиняной посуде. К достоинствам глиняной посуды можно отнести воздухо и влагопроницаемость. Такая особенность обеспечивает не только проникновение воздуха внутрь горшка, но и способствует более равномерному распределению влаги по объему. Глиняные горшки сильно охлаждаются, что может быть полезнее для холодных орхидей, так как их корневая система предпочитает находиться при более низкой температуре, чем температура воздуха. Также преимуществом таких горшков является то, что тяжелая глиняная посуда наверняка никогда не опрокинется под тяжестью вашего растения. К недостаткам относят шероховатость стенок горшка, из-за чего корни могут слишком сильно прирасти к ним. И при пересадке, скорее всего, их травмирования не избежать. Но все же можно попытаться свести травматизм корней к минимуму, если аккуратно разбить глиняный горшок и пересадить орхидею в другую посуду, не отделяя прикрепленные корням кусочки глиняной черепицы. Эта же особенность, пористость поверхности, приводит к более быстрому высыханию субстрата. К тому же на стенках горшка выступают соли, которые не только портят внешний вид, но и могут вредить растению. Адекватной заменой могут послужить горшки, покрытые глазурью. К тому же предпочтительнее приобретать горшки светлых тонов или белого цвета, если ваша орхидея стоит на окне, а не только под искусственным освещением. Это поможет избежать перегрева солнечными лучами летом. Следует отметить, что перед применением глиняных горшков их рекомендуется погрузить на несколько часов в воду, для того, чтобы глина напиталась влагой. Если вы не уверены в отсутствии каких-либо бактерий, то для дезинфекции глиняные горшки можно прокалить в духовке при температуре не менее 200 градусов в течение 1,5-2 часов. При повторном использовании глиняной посуды необходимо удалить накопившиеся соли, которые глина впитывает как губка. Для этого горшки вымачивают слабо в растворе кислоты, периодически меняя в течение нескольких дней. Посадка на блок является имитацией естественного способа произрастания эпифитных орхидей. Сам по себе блок это большой кусок коры, чаще всего сосновой, с крючком для подвешивания. Размер куска должен соответствовать размеру корневой системы растения, которую вы хотите на него подсадить. Для деток в качестве блока можно использовать плоский кусок пенопласта. Сажать на блок можно с субстратом и без него. При посадке на блок без субстрата растение просто прикрепляется при помощи медной проволоки, лески и т.д. В этом случае блоком может служить не только кусок коры, но и коряга. Обрубок виноградной лозы, корневища лесного папоротника, часть яблоневого дерева. Прекрасно подходит коряга из мангрового корня, так как это дерево не подвержено гниению. Коряги из мангра продаются на птичьем рынке или в зоомагазинах, в отделах для аквариумных рыбок. Некоторое количество субстрата, помещенное на блок, замедляет высыхание растения. Чаще всего для этого на блок приматывают некоторое количество чистого сфагнума. Можно использовать смесь сфагнума мха и кукушкина льна. Можно также при помощи мелкой синтетической сетки укрепить на блоке и обычный субстрат, а потом поместить туда растение. Достоинство этого метода заключается в том, что вы создаете свои орхидеи и условия, максимально приближенные к естественным. К тому же растения на блоке смотрятся очень декоративно. Некоторые особенно требовательные каэрации корней и виды можно успешно выращивать только таким способом. Например, большинство миниатюрных видов сиенцы. Основной недостаток это быстрое просыхание корневого кома в жару даже в течение нескольких часов. Поэтому этот способ рекомендуется только для орхидариумов и тепличек. Посадка в корзину является компромиссом между блоком и горшком. Корзина может быть изготовлена из различных материалов, например, из дерева, разных пород, тик, дуб, из бамбука, из пластика или из нержавеющей металлической сетки. Наиболее декоративно выглядят корзины из дерева, бамбука. Корзины из деревянных планок имеют один существенный недостаток. Орхидеи очень сильно прирастают к таким корням. Поэтому при пересадке корни могут быть сильно травмированы. Иногда даже чтобы предотвратить травму, старую корзинку просто помещают в другую, большего размера, а промежутки между стенками просто заполняют субстратом. Легче пересаживать из бамбуковых корзинок, так как из-за гладкой структуры бамбука корни можно достаточно легко отделить. Изготовить такие корзинки достаточно легко. Для этого потребуются деревянные планки или бамбуковые палочки. Их нарезают в соответствии с размером будущей корзинки и просверливают с двух сторон тоненьким сверлом. Палочки складывают под прямым углом друг к другу в шахматном порядке так, чтобы просверненные отверстия совпали. Через отверстие продевается 4 куска медной проволоки. На верхних концах делают колечки для того, чтобы потом привязать леску. Нижние концы скручивают в объемный узелок, чтобы закрепить всю эту конструкцию. Удобно подвешивать такие корзинки на рыболовную леску. Для того, чтобы корзинка висела ровно, леску подвязывают крестообразно. Она выдерживает большой груз и практически невидима сама по себе. Леску можно декорировать, например, лыком или деревянной веревкой по желанию, по вашему вкусу. Более практичные, но гораздо менее декоративные корзинки из пластика или металлической сетки. Субстрат в корзинках пересыкает достаточно быстро. Так что этот способ посадки очень хорош для орхидариумов и тепличек. В комнатной культуре лучше не держать большое количество, так как придется поливать по кружениям каждый день. Если вы держите орхидеи в комнате, то в корзинках лучше выращивать только те виды, которым это действительно необходимо. Например, для тех видов, которые пускают цветоносы вниз через толщи субстрата. Стангопеи, кориантесы, дракулы. При посадке в корзину зазоры между планками закрывают нарезанным сфагнумом. Лучше всего живым, он дольше сохраняет декоративность. Затем вертикально помещают кору крупной фракции во всю высоту корзинки. Все это делается для того, чтобы субстрат не просыпался сквозь щели. Внутрь помещаем субстрат, как обычно. Сверху прикрываем посаженное растение сфагнумом, для того, чтобы замедлить высыхание субстрата. В следующем видео, дорогие друзья, мы поговорим с вами о субстратах для орхидеи. Я желаю вам удачи. Пока.